Так, ребят, короче, задержку я убрал, вот, теперь буду без задержки, всё норм, короче. Мы ещё погнали. Нерч против Крейтера, первый матч, сделал стоп-старт я резко просто сейчас, вот, чтобы всё это убрать нафиг, короче. Противник атакует рабочих. Так, я так понимаю, что сейчас Крейтер нерч. И птиц-друга DNS одновременно, потом всё по очереди у нас будет проходить, вот. Здорово, Wave, здорово всем, всё, задержки больше нету, вот, короче, сейчас без задержки я в итоге начал, все плееры врублены там, если чё. Вот, не был я в курсе, нужна она там вообще, задержка или не нужна. Поэтому такое дело тоже. Сейчас выяснилось, что не нужна. В общем, нерч против Крейтера, первая карта у нас получается. Катализатор она называется. Чуток начала я пропустил, пока выяснял, что он настраивался. Вот, ну теперь всё нормально. Стенка у Крейтера странная. Стена, кибернетчику, надо сдвигать вот это здание чуть назад, чтобы гейт вперёд не выдавался. Вот это вот. Ну, в принципе, как бы она и так, стенка функционирует, это вполне неплохо. Короче, адепты в Старгейту, Оракула и, опа, ну здесь Твайлайт очень ранее. То есть это может быть Глеб и сейчас вполне. Потому что, ну, такой Твайлайт без Роба ставится только для этого Грейда. Обычно, да, пошли Глебчики. Ну, что если даже Чаршуллин какой-нибудь или что-нибудь такое после Старгейта, то с Роба всё это делать. Как без Призмы иначе атаковать-то? У Нирча Бэйлинг Нест, у Нирча Лэйр, у Нирча по-рабочим пока вровень более-менее. Кстати, Крейтер в этой группе на Европе просто ушатал всех вообще, включая Блая. Я помню такие обстоятельства. Где он там? А, группа ДНСа и Соулы и Блая всех, короче, он зашатал. Вот, это было очень с его стороны жёстко, я бы сказал. Так, так, летает Оракул, по-чуть-чуть нажигает, ещё совсем по-чуть-чуть, я смотрю. Здесь всё везде добывается. Рабочие подстраиваются, Крейтер в плюсе, пока по Робам, здесь Гидроден только пошёл, пока тухи делают, суху тут у Нирча Бэйна будет в моменту прихода Крейтера. 7 я наблюдаю, а сколько адептов идёт сюда? 11, немало адептов. Есть Оракул без энергии, блин, ну так, дэмэдж врубить сможет ненадолго. Как-то в крылу тут движуха... А, ну собаки сентрю пытаются загреть сентре, пофига с батарейкой, потому что сентря здесь и батарейка сильно очень решает. Адептами пытается, опять же, Крейтер пролететь, ну там просто нереальное количество собак. Крейтер понимает, что ловить здесь пока что нечего, отступает. Плюс 6 гейтов, 6 гейтов плюс, это сколько, 9 их будет, что ли? Что-то много гейтов, да, 9 гейтов у Крейтера сейчас будет, это реально много. Так, линги забегают на третью, здесь 2 сентри адепт, ё-моё, как Крейтер криво назад отошёл, жесть. Филды поставил, конечно, но сентри уже точно не выживут здесь. Ну так-то отобьётся, конечно, Крейтер здесь спора нет, но не без потерь, как бы он убивается. И боевых юнитов, самое главное, 8 пробок погибло ещё. Вот он выдвигается вперёд. Это какая-то странная адептация, даже без имморфлеров у нас тут идёт. Прям, ну не знаю, как-то странно. Так, опять собаки на третью накидываются. Адепт пытается справиться, пробочками пытается Крейтерам помочь этим адаптом. В это время за пальто шукаю нерч бейлингами резко урывать. Хорошие филды от Крейтера. Бейлингов законтрил, получается. 51 боевого лимита на 39. Ну как же здесь всё в куче Крейтеров. Где же твой сплит? Где же что-нибудь-то? Сразу по лимит просел. Филдов тоже что-то как-то криво филды кидает. Что-то он зад-перёд по Крипу-то ходит. Иди ты, напади, ты уже призму подведи, так что бы атаковать-то, ё-моё. Главное, что Актервера нету, только сейчас прилетёт. В итоге Крип не может Крейтер нормально выбить. Вот что он, прикольчик-то. Да, то есть тут всё видно абсолютно, как он, где находится, где у юнита стоят. Так, Филды пошли новые. Ну здесь вот Бейнов Крейтер нормально отконтрил. Так, начинает бомбить уже ГАЗ. Так, отступил немножко от АД. С первой линии. Помогает здесь всё нормально делать. Идёт вперёд, может, пару сталкеров. Ну, хотя, не, нафиг они здесь не нужны. Здесь в центре очень сильно нужны сталкеры ГАЗ потратить просто. Вот. Для чего сталкеров-то? Я хотел, чтобы Бейнов кто-то панчил бы, потому что по адептам-то они бонусно влетают. Ай, вот и тут сплиты. Слушайте, ну, несмотря на то, что по адептам так больно прилетает, нерчат всё ещё меньше, что самое удивительное. Ай, призма минус, это очень плохо для Крейтера, что призма минус. У него срок боевого больше намного, кстати. Где у него до варфа? Есть у него до варфа где-нибудь вообще нет. Так, королев ворвался убожественно, просто гидралы в итоге за королевами. Там, вон, смотрите, сколько он стреляет. 4 хп, он всё пуляет, пуляет, пуляет. Сколько можно-то уже с М3 точно никуда отсюда не денутся. Всё печально будет. Так, покатался. Да нормально, покатались. Холодно что-то стало. Думал, я вообще как бы не стримить сейчас вещи. Ну так, дальше кататься не очень хотелось. Ну и Даша поехала к Маше, к маме обратно. А я пошёл постримить как бы. Маленечко. Так, в бейлинге у нерча морфится, я смотрю. Слушайте, ну Крейтер, а кто нерчухатку сбрил? Вот чём прикол? Ой, бейлингов мимо прошёл. Ну что ж ты творишь, Крейтер? Сейчас эти бейлинги разорвут всю минеральную линию просто здесь. И это очень плохо будет. Чё-то нерча сюда-сюда бегает. А чё он бегает, я хз. Оп. Реагирует Крейтер, смотрите. Так, смотри-ка, без Роба тут тема. Тут тема как раз-таки с Роба. В том-то и прикол. Ну как бы мы стали забывать просто как адептация нормальная здорового человека выглядят, а не всякий бред курильщика типа Зилотов, Кихтархонов. Ну вот это, я понимаю, адепты пришли, всё запальтушили. Крейтер въехал в час бейлингов сейчас. И опять не продавил, опять всё просрал нахрен, короче. Нахрен ему было влетать туда, сейчас так беспонтово я вообще не понял. Так, пробки опять на третью выезжают. Здесь уже добычи-то не осталось практически. Крейтер сюда всё послал. Он будет продолжаться, адепта куш как бы, и у нерча ещё один грейд, кстати, доделся. В принципе, если нерч ещё одну волну сдержит, я думаю, что он победит, потому что у него хата четвёртая есть, 10 перспективы с этого билда съехать. Очень туманная, навряд ли получится с него съехать. Крейтеру бы, блин, Архонов каких-нибудь добавить, я не знаю. Он там это, адептов всё строит. Так, ещё адепты тут наваркались, короче. Идёт вперёд, сколько это, 18 адептов, там 5 гидральсков, 11 лингов, 11 бэйнов. Ну, тут бэйны будут решать, то есть то, что бэйны смогут сделать, то и хорошо для нерча будет. Ну, вот крейтер, смотрите, заходит опять, обсервера нет на крипе. Ну, ёмно, тут крип надо выбивать обязательно, а он идёт без обсажа. Ну, зато филды неплохо вроде накидал крейтер здесь. Попытка фокуснуть призму. Призма не фокусится. Адепты еле живые, кстати. Так, ну что, продолжаются движняги. Ядру надо подрезать. ГГ, крейтер пишет. Чё, блин, крейтер тут не смог продавить-то в итоге, блин, жесть какая-то вообще. Какая-то дичьонность. Дичьонность, чё-то... Дичьонность, чё-то... Дичьонность, чё-то... Так, ну что... Пустим вторую игру в начало. Так, чуть крейт там не может зайти, никак не понимаю что там, почему. Продолжение следует... Так, чё мужик-то молчит опять, не понял я. Кто не здоров, кто-то по один мира, сейчас мы вскоре, что мы спорим, я говорю, что урок и бью ему в лицо, потому что он не согласен. Такого нет параметра, к сожалению, кто-то по один мира. И рейтингов. Поэтому, если по твоему мнению, то, видимо, рок, а по чему-то чужому там, наверное, нет. Ну и как бы ГСЛ это покажет то и что. Ну, очевидно, что в последних турнирах победители должны быть в топе мировом. А топ именно один мира никогда и выяснить то не получится, о чём прикол. Так, может будет чё-нибудь говорить вообще, нет? Л-2914 поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает, Пони, здарова, кто топ-1 мира сейчас? Мы тут с корешем спорим, я говорю, что урок и бью ему в лицо, потому что он не согласен. Так, ну что, погнали, Крейсерниш, карта номер два. Также играют там ДНС Дрога. Далее, я так понимаю, будет две пары Ветермал-Стефана, нам Шар-Рейнер одновременно проходить там полуфинал и там финал. Ну, короче, я думал, что одновременно всё здесь будет начинать. Так, какие два сообщения? Не понял. У кого два каких сообщения? Не понял. У кого два каких сообщения? Сейчас я вручную озвучку выражал, но... Так, ну что, карта номер два. Нерч Крейтор. Крейтору, конечно же, очень тяжело играть на Европе. Наверное, поэтому адептами не получилось продавить Нерча. Третья хата до готовности пула была заказана, поэтому ущерб одной королеве. Королева скоро сделается. Ну, значит, ну, второго королевы пока не хватает, не... Дерчу. Дерчу. Федералов. Ху. Чё-то пока он странно. А, вот, пошла. Королева ещё она. Так, первая инъекция Кинут на второй хате На мэйне пока делается Инъекция, точнее делается королевой инъекцией Короче, адепт пришел Это адепт старгейт, да варп Потом варп заказан, все стандартно Стенка сейчас будет еще один гейт И стеночка закрыта будет, получается Так, ну кстати Кислотный завод, карта вторая Похожа она на вот ту карту тоже на самом деле На катализатор Кислотный завод, чем-то структурой своей Здесь единственное, надо кругами Стенка поддержал ваш канал На 101 рубль и сообщает Серджи, что такой бледный Отдохнуть тебе надо Спасибо, Степан Я хотел сюда отдохнуть Ну, что-то так бы, наверное С женой так решили, что в кино В кино не на что идти, как бы, дерьмо одно Погода прохладная под вечер Думал, хоть на речку можно сходить Куда-нибудь тоже, как бы, передумал Поехала она к Маше завтра Может, приедут там, чё На днях отдохну с ребенком Погуляю, может быть, атака, короче, чё Ни о чём сегодня Разговор плюс я чё-то говорил И вам обещал, и в арде Грю, группу D И плей-офф-то железно Остримлю, группу D уже прогорел Не отстримил здесь Ну, подумал, что ладно Плывёвка, надо всё-таки застримить Так, вон, телооракул Три дрона, минус, неплохо Так, утро пошло На Мстители завтра спят Я это дерьмо не смотрю Нас в семье никто не смотрит Это дерьмо Вот Подобное Дрога ДНС там творится Чё там творится Так, спасибо большое Сейчас потом Сейчас в топчик добавлю Пока не буду Спасибо всем за поддержос Мас фениксы Мас фениксы Это Билды, которые имеют место быть Кайбо Неизвестный поддержал ваш канал На 50 рублей И сообщает Что сказала Алсу Когда зацепилась Волосами за забор Алсука Пека Привет Фолианжер Опять, короче Юморески пошли Так Взрыв Взрыв Минус 4 дрона Опять Нерча Зашатался Ни хрена У крейтера Не получилось Опять Какие-то Глефы Чё он С глефами С этими Играть Собаки бегут Вперёд А там Только первая карта Да ДНС Дрога Я так понимаю Играется Ну тут беда На третьем Нексусе Это печаль Так Чему дерьмо Чё это комиксы Дерьмо Емоё Так 7 пробок Минус Нет Тусу Точно Кранты Походу Я не знаю Чё тут Сможет Сделать Куда Эти собаки Побежали Зачем Чё творится Чё он Бежал Антрекот Поддержал Ваш канал На 100 рублей Бля Что это Такое Ребят Не хочу Чтоб я почувствовал Что я не зря Пришёл Встримить Что ли Спасибо Всем Чё-то Всё только Зелёным Везде Заполнен Так Призму убил Нерч Наконец-то Нексус Не догрыз Вот чё плохо Ну зато Четвёртая хата И ща покатухи Уже будут И кажется Призма была сбита То есть А ну то есть Всё нормально А тебе чё надо Тебе-то чё надо А Тебе-то Что надо Скура Тебя Муха Сорстяная Волк Сорстяной Маленький Волсон Вот А лапа Не нужна Так Опять Линги Приходят Два Овера А Это Оверсиры Это не просто Оверсиры Гидролинга Беллинги Интересно Будет Прессинг Или нет Сейчас Должен По идее Бейт Ну чё-то Нерч Сюда-сюда Побегал То ли передумал Вперёд Идти То ли Четвёртая Хата Есть Инъекции Пилятся Можно Я не знаю Можно В конце концов Та-да Надо дронов Больше добавить Если не лезет Вперёд Нерч Ну Нерч Кажется Понял Что здесь Будет Этот Какой-то Выход И поэтому Оступил Вот сейчас Можно было Что сделать Можно было Просто Собак Сюда Завести Под покатушки Заморфить Нерч Бейнов Пока Вот сейчас Тот Сейчас Уже Контролит Это Всё Крейтор А До Этого Феникса Он вообще Не смотрел Ничего Вообще Крейтор Так, Гоудрога Стримить тут все ясно Знаешь игрока Такого Ниба, короче Вот У него есть вариант никнейма Ниболет Так вот, убирай оттуда Букву Н, короче, первую И Офни Офни вот эту тему На ноль, плиз, короче Вот, все, свою Короче, 146-132 В лимиту, ребят Тут штормы, тут, слушайте Крейтор что-то тут Вообще штормовиков до хрена намасил Вот Пробивает камень, слушайте, но сейчас шторма, 6 штормовиков У энергии, конечно, на 1 шторм у каждого, но Для креатора Это че хреново, это Европа И у него пинг 100 пудняк здесь есть Как бы и Вот, посмотрите, какой сплит делков здесь Не о чемный, точнее, он отсутствует Просто этот сплит Бэйны заходит на третью Рабочие под ударом Так, не помню Нет, что, Нексус хотел взорвать Или что происходит вообще? То есть Нексус живой Рабочие все живые Какая-то дичь происходит Я же прибежал туда-сюда Везде, короче, наотдавался Вот Ну и у него экономика сильная В принципе, пятая хата Хай почти готов Заказан шпиль Оп Здесь че-то побоялся не о чем рываться Ну тут, кстати, среагировал Видно было, что среагировал бы Криатор вроде как Можно его на бутылку посадить Ну все, ну ты, может, и специалист Л-2214 в этих делах Ну Я думаю, что вот Если б он Ни блето, ни офнул бы человек То там можно уже этим заниматься А так как, ну Все мирно, тихо Да и я вообще шучу Как бы Поэтому все нормально На бутылку посадим этих Американцев Когосдолг забирать будем Блядь, че-то у меня настроение повысилось Короче Даже Начал стримить Вот, блин Вот как говорится это Начнешь стримить И сразу все норм стало Не зря, короче, пришел Так, гиты падают Все падает, ребят Ну последний день выходных Мне-то попик Конечно, я тут Помлю Когда нужно Стримлю Когда Не нужно Не стримлю Как бы в любом случае Вот Ну Чтоб скрасить, так сказать Последний день Ну Вот Я не понимаю Че Нерз делает Че он все Долбится Сюда Долбится 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 Пробить не может Нексус живет Уже я прикидываю Сколько это Нексус За игру Полей отрегинил Мне кажется Больше тысячи полей Уже отрегинил Он там с нуля Почти полностью Отрегинился Сейчас его опять Зашатали И он опять Срегинить начал Как бы Слияние Совершено Так Опять Нексус Тут рядом Скопился Где-то Четыре Бруда Уже А На Третьей Базе Там У Нерча Ну Перекос Небольшой В сторону Минералов У Нерча Присутствует Вообще Так Крейтор пятый Занял Ну 170 У Крейтора Но проблема Крейтора Что К брудам Он только-только Грейтор Спайл Сейчас строит Чтоб с брудами Что-то сделать А бруды С ним Уже Начали делать Они Начинают Беллингами Бомбардировать Короче Базу четвертую Сейчас Крейтор Нерч Точнее Начинает Брудами Этими Бомбардировать Беллинголинги Где-то здесь Рядом Находится Брудов Шесть штук Это немного Но учитывая Что их просто Нечем С воздуха Убивать То Никак Крейтор Отбиться Соответственно От этого Не может Пока что Ой Тут Бейны Въехали Как жестко Они въехали Проморгал Крейтор Этот врыв Ну надо Давить сюда Здесь Иммортал Нерча Оуу Собак Сколько Дичь какая Собаки Окружают Все По частям Сгрызают Это 2-0 Походу Вообще Так А Сталкеры Тоже Без блинка Поэтому Нерч Просто Улетает Брудлордом Чуть назад Бейлинги Линги Сталкерам Объяснили Что не надо Брудлордов Наказывать Все Брудлорды Живые Прикиньте Просто 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 Все Живые 2-0 Нерч Ребят Изи Короче Катка Что называется Так Что-то Тут Вы Поддерживали Короче Спасибо Спасибо всем еще раз Короче Будем думать Сейчас куда дальше Врываться Все настроил Рекламу Пилю Помните Про Подписывайтесь На премию Поддерживайте Меня и мой канал Всем спасибо Кто поддерживает Короче Что-то 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 Какой-то Движ Пошел Быстро Очень Только 4 минуты От ДНС Идет Игра Еще Когда 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 У нас Будет Теперь Матч Следующий Вопрос Пока Открытый Так Что у меня Сетка Закрыта Сетка Да Да Закрыта Сетка У меня Короче Так Стефандер Кажется Здесь Уже Ну Стефана Ютермал Я так Полагаю Надо Врываться Короче Мне С Рейнер Нам Шар Интересная ЗВЗ Но Я Пас Как Говорится Ну Что Стефан Ютермальчик Погоним Сейчас Мы Отлично Стефан Так, ну что же. Начали черкать, короче, пацаны. Ну что ты там залевел-то? Так, мне позвонить надо, вспомнил я. Срочно. Секундочку, ребята. Стефано и термал далее. Спасибо. 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 всем, ребята. ща по сатэну, короче, как вообще. дублирует. Мне как раз вот чуваку, короче, давал там таксисту денег в долг, он мне просто сатэнами там надавал, я говорю, я как рэпер, ну я уж потратил почти там 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 3 рубля было сатэнами, я говорю, я как рэпер буду сейчас ходить, как дуру, чтоб вон петащи с окна кидала, а я сотки буду, вот и в чатике сотки летать. Ладно, шутки шутками, поехали. Так, нерфать рэвенов ТВЗ, но рэвенов ТВЗ давно надо было, надо нерфить, потому что им дэмоджи... И вот он поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает, ё. Две соточки от живоданщика, ребят. Бля, спасибо тебе большое. Вспомнил я, что мне Юха, блин, две сотки обещал купюру в Москве в прошлый раз, но мы с ним так... Дудшевно отдыхали ланы, проводили, что я вообще про это забыл даже, короче. Вот, а я две сотки ещё не видел, даже, пока что. Надо в этот раз замашнить у него там... Так. В рэвенов, да. Мидгейм ТВП. А чем им мидгейм ТВП не нравится, я не знаю. Что, как его изменить просто, я не знаю. Вот что сейчас ТВП делать? Ну, если сталкеров не трогать, например, как бы. Вот. Вот. Я даже хз. Что делать? Так. Ну что, Стефана Ютермал, давайте по игре, ребята, то вы ждёте комментов. А я чуть сижу в чат, смотрю. Смотрю, что много зелёного текста. Мужик разговаривает. Поддержос идёт, за что вам громадное спасибо, конечно. Но у нас карта Неоновая площадь и Стефана. Старый добрый Стефанчик. Любитель тусануть. Любитель много ещё поделать. Да и вообще крутой игрок в Старкрафт некогда. Легенда не корейского Старкрафта. Даже корейцы его, ну, не могли зашатать большинство, как бы. Вот ты чё... Вот что вот тут сидит такое, а? Что здесь сидит такое, а? Чарли. Ну чё это там? Дуркуешь. Дверь тебе закрыть, что ли? Ну чё. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. хотел завалить дурака, а не дает борцу позавалить себя. Да не бойся, я же тебя так хочу потрепать, но не завалить. Не дает завалить. Вот. Да, короче. Но потом Стефано ушел в инактив в продолжение всего этого дела. И соответственно, теперь не так ованскилловый, как раньше было, и непонятно, что бы было, если он в инактив не уходил. Вот. В общем-то, Ютермал фаворит здесь, конечно же, против Стефано. 10 дронов он ушатал. 4 из них Либератор убил, а 6 Гелики. Вот. Либератор тут как просто своим этим водит. Пью-пью-пью. ДНС убил Дрога 2.0. Молодец, ДНС. Там начнется Рейнер против похожего ЗВЗ. Сейчас Рейнер против Амшара. Варди на втором стриме. Наверное, будет стримить. Здесь МИА. О! А! О! Э! Я как корейские комментаторы буду делать. Ток хотел стать МЕВ здесь у Ютермала. Но нахрена ему то, если он делает Грэйды 1.1 и он делает МЕВ тогда, короче. Что-то я вообще не вкурил. Это МЕХ это БИО короче с 2-3 бараков и с ВИЧ МЕХ. Прикиньте, просто билд какой. Слушайте, что-то новенькое такое. Я еще такого не видел билда. Ютермал что-то придумал новое, короче. ну посмотрим как это сработает вообще. Гелики без синего пламени вообще Ютермалок не контролят. Что он творит кер знает, короче говоря. Плюс 2 факторки пошло. Ну а еще кстати, особенно если как-то био не это не как-то так. Велопрогулка нормально. Покатались с женой. Блин, ветер кто-то сегодня выглядело все как очень тепло. На самом деле так и прохладенько было. Прокатились, заехали в КПХу. У нас маршрут такой есть туристический, где на велике можно прокатиться. В КПХе покушали, да, поехали потом. Ну и так когда с маршрут приедет, в ближайшие дни решили, что я сегодня все-таки поработаю маленько вечером, как-то постримлю. пока меньше для вас Варди викли финала сезона. Пусть что как-то и некрасиво тоже. Я и Варди писал, что ну типа буду даже группу Де стримить стопудовок. Еще три группы просто пропустил, по-моему. И только наплывев собрался сюда. Так что такое дело. Поэтому я здесь сейчас нахожусь. Так, хата уже у Стефана шестая пошла, но это как бы база-то это только пятая на золоте. Ну пока все вроде под контролем. Так, 2-2 миличную Стефана. А Ютермал тут просто 2-2 тоже делает. Танки с трех факторок. Слушайте, а, даже четыре факты, а, даже пять факторок. Ага, ага. А, ну поменялись бараки с факторками местами. Тут чистой воды мех пошел. При этом все, Ютермал ходит, там выходы какие-то делает. То есть, сейчас Стефана что, прикол в чем? То есть, Зерк увидит, что это, что здесь есть билл там со стимпаком и со всеми делами, а в итоге выйдет просто меховый лимит на 2-2 грейдах. Билд очень прикольный, вот, но, если им часто Ютермал будет играть, его все будут ожидать. Но вот такие билды, вот, как вот Каа первый раз, вот, как я сейчас его вижу, когда, допустим, да, как бы делаются, это совершенно другой эффект имеет, потому что, ну, реально, как бы, под него тяжело построиться тогда. Так, везде что тут летает? Ютермал шатает. Марики стянулевые, то есть, сейчас 0-0 Мариносы будут против 2-2 милишных грейдов линга-беллингов вообще. Хайфу Стефана прошел. Так, очень много геликов, 18 геликов, 4 танка, 1 викинг, 16 мариков. Что-то как-то вот микс, конечно, интересный, но вот реально, знаете что, вот этот билд надо еще грейдить, причем очень сильно. Нет инженерки, надо Марикам хотя бы 1-1 делать грейды, емано, ну, что это такое-то, блин, Марики вообще без грейдов по нулям, они бесполезны против 2-2 грейдов здесь, здесь, сэргов сэргов. Так, выезжаю отделить. Степан, наверное, офигевает, что творится, просто холбатов, пачка, танки, блин, био, все, на стиме, короче, сейчас 2-2, кстати, термала, подъезд, пошла атака, танки защитились, хватит ли Бэйна Лингов, я что-то вообще не уверен в этом вообще, хватает что-то всего, слушайте, мне кажется, что вот в таких ситуациях, вот нафига я термал холбатов трансформировал сейчас, нужно было просканить, занять позицию, вот понятно, что у зерга, ну, то есть, если милишные Линга Бэйлинги, можно ведь их гелионами покайтить, прикиньте, 20 геликов на синем бламене на 2-2 грейдах, да их невозможно убить собаками, то есть, только со всех сторон окружить, но если ты поймешь, где позиция этих собак, можно с одной стороны подъехать, жахнуть, как бы, сагрить их, и вот отсюда танцевать, в общем-то, пытаться с такой позиции, два танка, что-то тут у термала в трилу, бараки посадил, ну, бараки им уже не нужны, это понятно, но танки-то надо выводить отсюда, что там, часть лимита вообще где-то стоит, не понятно где вообще, ну, вот, гелич приедет, о-о-о-о, да, контроль от ютермала оставляет желать ушу, здесь два либератора, правда, работают на 9 часах, что-то ютермал раскладывается, складывается, перераскладывается в итоге, по рабочих два мин, уже так, трансфюзы идут от Стефантика, так, я думаю, что еще в эту королеву успеет ютермал дать, но не успел, 152, 193, тут все еще миличные грейды, ультралис, кеверн, панцирь, у Стефана, все против меха, решил миличными ультралами там биться, что ли, ну, ютермалу надо просто добавить либераторов, торов, пару, по-моему, и все будет прекрасно, у него, посмотрите, сколько крипа, кстати, у Стефана, просто немерено, блин, собак, 150, колбатый, просто залп, посмотрите, какое море собак, у меня глаза хребит, конечно, но, блин, это море собак превратится в море фарша просто сейчас из собак этих, если они полезут на ютермаловский лимит этот, ну, а че, ютермал сидит, а, циклончики пошли, циклоны хорошо, но против ультры прохладно циклоны работают, так, трансформация колбата, кстати, готов играть, да, готов трансформация играть вообще, так, циклончики на мэйне, нормально с собаками дает, будет ютермал, 18-е, Сэм, вот Степана сбрил ютермал, надо что-то делать, надо куда-то идти ютермалу, давать бой, понимаете, как бы, билд прикольный, но реализация какая-то так себе, мариками побегал, да, но потом-то как-то отдал выход, и все, пассив начаться, надо как-то напрягать за эрго стараться, вот, Степана делает с двух шпилей грейды, сейчас оранжовая атака пошла, сейчас у него, вот, ютермал сидит, подстраивает, лимит, а, ну он рейвеном, а, ну понял, он уже теперь и не хочет лезть, потому что у него рейвены, 3-3, грейды ютермала готовы, пора воздух грейдить, атаку на воздух, так, ну вот, видит ютермал криптумора, что он ждет, я не понимаю, шел бы крипта, зашатал бы хотя бы, так, собаки врываются в тыл, а что они в квадратах вообще в этих сделают, эти собаки, я чуть не понимаю, пикера по лингам пошли, ютермал, что-то на муви ходит, смотри, на муви ходит, ультра вообще на циклонов приходит, ай-яй-яй, либераторы по ультре, циклоны все уничтожены, сверху танки ходят, ультралы под ударом, под минус броню даже циклоны, по ним деможи наносят, а я напомню, что у циклона вообще деможи по ультре, почти отсутствуют, потому что у них панцирь этот имбовый, так, так, ну что, тут минус, короче, криктурую, атака от Степана идет, либератор на либераторов, караптеры налетели, либераторы караптеров под минус броней, всех уничтожили вообще, танки, хелики, все-таки сидел-сидел, короче, ютермал пошел, избрил Степана, просто сидел-сидел, пару секеров, минус броня, и не все, и минус все, короче, караптеры упали, по земле все упало, вот Степана же тысячу, уже видел, что в мех играет ютермал, почему он не перес, почему он не сделал рейнжовок, дел бы гидру, в конце концов, нахрен он этих ультралов, пачки по 6 штук строил, но есть у тебя миличные грейды, и слава богу, но, неэффективны ведь эти юниты против меха, дорогие, разваливаются в кламм, блин, вот это упорство какое-то странное, вообще, от Степанчика было, как мне кажется, надо было свитч делать, а он не сделал, просто были бы линго-бэллинги, гидрабы, линго-бэллинги были бы грейжены, делал бы рейнжовую атаку, просто и все, так, есть у нас еще один сикер, минус, короче говоря, караптеры, зеленка очень жестко, цифрная либератор, ну все, у Степана там зажат, на своих четырех базах, как бы, ресурсы фактически кончились, ну и ловить тут нечего, единственное, термал вычинить бы тут юнитов некоторых, ну и вычинить нечем, рабочих здесь нет. Так, минут несколько араптеров, еще три штучки, центр юнитермал занял, пятую цеху занял, прикрыл, кстати, это орбиталка вообще, так, ну и термал, вот погнал, золота нет, что он не хочет давить-то прям, бегает, бегает, здесь либераторов забыл, танк забыл, так, где-то КСМ-ки тряслились, здесь продолжает давить, и термал. Сбрил хату, что дальше не идет, что дальше-то не идет. Вот, так вон 12 часов выпилил, тут дичь какая-то, вон, сикера пошли, просто жесть какая-то, сикера просто унижают, нафиг. Ультрал тут бегает, под минус броней, циклоны по нему очень плотненько, так под минус броней накидывают, гг, Степана пишет, 1-0, и термал. Ну что, вторую карту ждем, что тут говорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алчуул поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, астероид. Запомни. Не бывает кобра ласковой и доброй, кобра даже сытая и очень ядовитая. Че за философия поперла? Я думаю, что браузер завис как-то даже, я сейчас сгрелся маленько. Че-то все позиняло. Че-то все позиняло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че-то всё позиняло. Че-то всё позиняло. так реклама я спину спасибо всем за поддержку помните про блоки еще на премчики подписывать что вот смайлики были значки в чатике да и просто прямо приятно как подписывается вот ну поддержка тоже крут конечно прямо это отдельный разговор вот так спасибо архидевил там я еще там до 5 к чуть не доиграл могу доиграть как-нибудь на днях просто не было времени ну что стефана против ютермала карта номер два идет там рейнера матч еще под получается но что у нас там по полуфиналам так сейчас сетку открою так в общем архидевила не озвучил может ничего расслабился мужчина наш роботический ну кстати если термал победит он будет с нерчом играть полуфинал а сверху будет днс нам шаром или рейнером пвз и твз будет по-моему очень хорошо вообще пвз и твз готов пвз и твз готов пвз и твз готов пвз и твз – это все Так, все, ладно, запозрежусь. Спасибо всем большое. Короче, ребят, вечер. Второе мая. Погнали. Стефана против Ютермала. Там пару побед вроде до 5к. Вот, оставалось. Ютермал против Стефана у нас, соответственно, и 1-0 Ютермал ведет у Стефана. 17 хата газ-пул, скорость с собаком, третья хата по готовности пула. И Стефана находится на 5 часах, кислотный завод у нас карта. Ютермал, соответственно, на 11 часах. У него газ-барак и... Так, газ-барак в Мариков. Погайте, реактор. Да, реактор на бараке и Марики сразу. То есть реактор быстрый. Факторка-реактор, получается, и Марики. Так четко Ютермал. Здесь собаку принял и здесь прогнал Стефана. Вижен на ХГ не получил никакой абсолютно. Так, барак перелетает. Старпорт куда? На реактор Старпорт. Ничего себе. А, нет. Старпорт на лабу. Пока на реактор. Я уж думал... Я уж думал, как-то были билды одно время. Это дроп 16 Мариков. Бестимо ранний-ранний. Такой с двумя мегиваками с реактора. Я думаю, может, такой что-то хочет Ютермал отчебучить. Не, нифига. Банша инвиз, гелики стандартные. Так, минка там с рампой рядом. Минус КСМ. Не понимаю, почему Ютермал не прикрывает. Так, лучше к минку ближе сюда кто-нибудь копал вообще. Так, 6 Мариков, минка вперед полетели. Кстати, на пути я вижу оверов вообще нету. Стефановских. Так, а что до фокуса цеха пошло? Ну и 4 Гелика есть у Ютермала. Сныкал Стефан овера. Зато теперь не видит, как гелики выезжают вообще. Ух, здесь 4 аж королевок. Кстати, много там. Что-то королев прям. Надо отвлекать этим дропом стараться. А геликами сейчас попытаться как-то ворваться на халяву сюда. То есть пока летаешь здесь. Геликами попытаться заехать. Куда-то Ютермал летит. Классе летишь-то. Вот же гелики стоят. Попробуй ими заесть. Заесть взять не пытается. Опять два армора и пошло. Кстати, где они? А вот за газом. То есть опять меха очень грейженый получается. Но геликов что-то Ютермал не хочет отдавать совсем. Так, отлично в кавычках, блин, Ютермал минку вкопал. Но зато гелики на вторую заехали. Четыре дрона. Уже минус шесть. Семь. На этом все. Восемь рабочих. А, здесь еще марики по Шаталь. Но девять рабочих. Минус ну Ютермал. Это немало. Грейды пошли. На мех. Так, Стефана опять сделает стимилишные. Намного раньше, кстати, Ютермал он начал их делать. Десять дронов суммарно Ютермал. Шатал, не знаю почему. Королеву сейчас подрезать попытаться. А зачем-то улетел. Леера-то нет. Все. Уверсиром тут даже и не пахнет пока никаким Уверсиром. Так, спас одного дрона Стефана. Ну, здесь зато парочку не спас. А на третьей спорки нет. Ёма. А Ютермал не знает, что нету Леера. Погодите, что ли. Видел же, что Леера нет. Но он не знает, что спорки нет. Вот в чем прикол. А мог бы здесь на халяву такой шорох навести бы на этой базе бы. Ну, тринадцать и так дронов убил. Это нормально, вполне. Сагались собаки на гелихо-циклонов. Ютермал нормально убивал. Потери, кстати, Ютермал тоже достаточно высокие. Но у Стефана повыше все-таки потери. Так, еще тут Банша пролетела. Но у Стефана может быть минус. Здесь как бы есть куда сныкаться, но... Не ушло. Ушла Банша, ушла. Так, сбегание от Стефандера начинается. В этот раз не стал тупить, не стал против Меха играть милишними грейдами. Решил сделать адекватный свитч, получается, да, там в... В рейнжовой грейдике. Здесь до похи вот сейчас Стефана взорвет. Пять бейлингов. Да как раз только до похи взорвать ровно-ровно. То хубата с собаками справится. То есть бейнов надо здесь больше морфить, как бы. Но... Стефан этого не делает пока. Так, здесь гелищик вот хватает ехать. Ой, танки по собакам больно бомбят, но... Надо прикрыть бы их как-то от собак. Сканет у нас Ютермал. Два Тора, Циклона, холбаты сплетятся. Ну так, бейны мимо, кстати, прошли. В итоге хелики плюс... Так, холбаты плюс гелики плюс циклона в пару. Ну сейчас Торы, короче, погибнут. Трансьюзит Стефана замечательно. Королеву, как же он трансьюзит ее? Только в самом конце она погибла, короче, в итоге. Ну тут что-то развалился Ютермал. Ну вот, зря он таким миксом полез без танков вообще. Так, у Стефана Хайза. Только грейдами Ютермал себя комфортно более-менее чувствует. То есть, ну, грейды вполне себе неплохие. Так, ну что же. Четвертую термаза, 140 на 172. То есть, вроде как, только недавно у Стефана неплохо все было вообще. Стефан использует вторую неделю только бинды на... Что такое бинды на камеру, я чуть не понимаю. Если честно, о чем ты ведешь речь. Так, ну что-то пассивка какая-то пошла. 2-2 доделывает Ютермал Грэйдикюв. Сейчас можно атаку закользать вообще. Так, третья броня уже у Стефана пошла. Так, какого... Какие истоки я забыл. Это не на камеру бинды, она... На местность называется. Вот. Так, пошла атака от Стефана. Планетар, кто он забрался с вармхостами? Ну, что-то как-то, честно говоря... Так, туретка упала. Честно говоря, как-то, ну... Как контратаку Стефана вот эту будет взвивать, вот что вопрос хороший. Приходит Ютермал, сижется. Роучи падают, циклонов много. Хорошая такая контратака пошла. Здесь роучи, правда, сами контратак сделали неплохой Стефана на рачах. Ну, получается прикольно. Хасты пилят локустов. Кто-нибудь будет этих роучей отбивать? Я вообще не понимаю. 7 циклонов где? 18, КСМ от Ютерма уже слез. Что за дичь-то творится? 190 на 120 по лимиту. Ну, роучи так Ютермал в итоге и не отбил. Вот только сейчас выехал, отобьет. Так, на 3 часа Ютермал тут вбрил, я смотрю. Слушайте, ну... С-какой-никакой шанс, но... Честно говоря, даже вот в этом раскладе. Четвёртая ЦСФ под ударом тут была. Напряжно Ютермал занять вообще как-то. А, он ещё и 3-3 грейды не сделал. Ёма. Сейчас циклоны по роучим. Даже дэм уже не будет много наносить. Ну, не, а как по роучим нормально наносит. Ну, а та броня превосходит атаку. Всегда печально для тирана. Крипа просто немерено там у Степандера. Циклоны. Локустов потрошат. Где-то там КСМ опять терпеть начали. На 3-й батюшу у Термала 1 циклон. Нет, 2 танка, 14 циклонов. У него микс такой интересный. Для этой стадии. Здесь танков надо больше значительно добавлять. Но нету... Нет экономики, нет ресурсов, нет возможности фактически. Так, опять 2-3 полетели. Хасты плодят. Здесь, кстати, врывнут. Циклонов идет такой интересный от Ютермала. Но он в лоб просто в кламм развалился вообще. Хатта-то здесь упала, но прирост здесь все решит. Как бы нормально будет. Не, ну Термал определенный от отрывка, конечно, неплохо получился. Ну там сверху добыча везде есть, как бы по лимиту 103 на 183. Но это прохладно, это печально для Ютермала. Здесь третья карта нам понадобится. Как-то вот мехом своим он так. В итоге как-то... Хрен пойми, короче. Вроде и работало в первой карте, в этой уже как-то туже. Ну, Стефана меня лично радует, как бы он какую-то стабильность приобрел в последнее время определенную. И это хорошо. Хорошо. Несколько криптумаров. Тюбинут 97, короче, что-то этот... Че вообще Стефана-то я не понимаю сидит. Компостирует мозг-то всем, я не понимаю. Пойди уже, наконец, точку-то поставь в игре в этой... Так, локусок по частям кидает Стефанчик у нас. И тут эхо моментально падает. Здесь вообще не армия, а смех какой-то, я честно скажу, у Ютермала. Поэтому я не знаю. Тут надо быстрее, как можно быстрее Стефану просто точку поставить. В этой карте у него тут уже бас 6 штук, блин. 80 дронов, а он что-то все бегает. Чешется тут непонятно чего. Пробил камни Стефан на третью. Ну и термал стягивает все сюда. Сколько у него танк вообще? Пять есть, пять есть танк. Так, интересно, танк ставится или... Так, интересно, танк ставится или... Ну, просто я сижу молчу, потому что ничего не происходит. Стефана бегает зад-вперед по крипу. Короче, он хочет наломиться куда-то, ну, куда хрен пойми ему ломиться. Запас резов 6к на 5к практически здесь. Ну, вот в этот раз полетели, наконец-то, вперед Локуста. На танки, на циклоны напрыгивают они. Ой, танки падают. Ну, кстати, лютермал все равно отбился здесь. Ну, я не знаю, что он хочет сделать, лютермал, здесь. А, ну, он типа вошел в центр. Ну, да, сейчас 8 циклонов и 3 танка все уйдет. Даже 2 танка. Че-то термал обомбануло маленько, как будто бы покидает игру. Типа он 100 кудово тут тащить должен был. Ну, хз, хз. Смотрите. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Кью-Кью Минус три Королева сейчас был сделан Готов выгрызает Да куда ж щас снайперишь какие-то собаки грызут все Короче и у Термал все сливает в хлам здесь еще все 6 рабочих убил это реально мало как как-то так у нас получилось себе а ведь здесь даже танков нету только первые два заказala будет Стефана контратаковать. 12 руч плюс 10, 22. Слушайте, может быть, да, может быть, и будет контратаковать. Развитие завершено. Так. 90 на 120. Слушайте, вот только первые танки. Ютермаловый койт, а здесь рачи пришли. Да это печалишка. Ютермал танки не сидит. Погодите, у термалармора не было, камкал, подпуш делал. А, он уже по факту, короче, делал. Ну, ясно, короче. В итоге Стефан Аняч о, ЗВЗ сверху ПВЗ в полуфинале, ребят. Что-то у нас тут какая-то печаль вообще. Может, еще и ЗВЗ финал давайте у нас будет. Да всякое может быть, может быть и так. Спасибо. Стефан Аняч Стефан Аняч Так, нам шаг погодите. Все, все закончилось. Какой там полуфинал у нас? Первый? Не первый? Как они там по очереди будут? Нет, я ХЗ, короче. Спасибо. 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 calm wizard SA ここ у нас так понимаю итог потом нижние полуфинал и у нас так понимаю и у нас так понимаю Ждем пока подчеркают, ребята, что-то тут у нас долго всё идёт. Субтитры подогнал «Симон» Машнить там Наруто, чтобы два полуфинала одновременно запилить. Машнить там Наруто Так, ну долго что-то там чиркают-чиркают. Сейчас отчеркают, короче. Субтитры подогнал «Симон» Так, нам шар 2-0, кстати, Рейнер убил. Да, молодец. Рейнер в последнее время тащит неплохо. Сегодня проиграл, но что делать? Проиграл, так проиграл. Так, попёр хвост, прыгаю в игру. Сейчас я на минутку буквально отойду. Да, это был 5. Пилю рекламу. Помните про блоги. Подписывайтесь на время. Подписывайтесь на мой канал по возможности. Всё, игра начинается сейчас буквально. На секундочку отойду я и вернусь потом к вам сюда. Так, ну всё, нам шар 2-0, первая карта. Я вообще хз. Кто тут фаворит, не фаворит. Сейчас мы увидим. Всё, ща вернусь. 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 К вам, ребят. Ну что ж, продолжаем смотреть финалы сезона в Арде Викле. Что-то говорить. Ничего себе, уже 10 почти часов. Сколько же он пойдёт, этот финал сезона? У нас ещё 3 бо 5 здесь, между прочим. Ну, B5 могут быть долгими, могут быть не очень. Ну, DNS нам шаром, мне кажется, быстро не будут отыгрывать, потому что... Супер никто не чистит вроде из них не улынет, но это не значит, что игра не может быть быстрой, например. У нам шара скорость овером давно не идёт, чтобы кто-то делал скорость овером в начале, в самом, со скоростью собак. Ну, нам шар делает, например. Так, адепт не залетает до конца, второй адепт идёт сюда. Дома третий. Что-то DNS тут опасное пытается предпринять. А, ну он пытался именно иллюзии пустить так, чтобы дойти и хотя бы одного рабочего подрезать. Ну, а в итоге дошёл так, что собаку подрезал. Ну, тут Феникс в Оракул, овер на скорости уже, поэтому... Ни одного овера, похоже, не получится подрезать у нас DNS-у. Так оно и есть. Лэйр делает нам шар, спорки нам и не готовы на второй делаться, на третий нет пока. Ну, вот этот тоже рожа точно никуда не денется, похоже. Триадепт плюс Оракул будет какой-то выход делаться. Нет, пока не наблюдаю. В Nektus будет DNS-уходить? Ну, всё-таки решил запилить второго Оракула в итоге. То есть это что, Феникс в Оракул Харас будет или он боится что-то просто так? Гидроден у нам шара, кстати, очень ранний такой Гидроден. Возможно, прессинг на Гидре хоть происходить будет. Ну, вот учитывая, что здесь второй Оракул, если, как бы, Оракулы вдвоём не нажгут экономики рабочих, то тогда тайминг на Гидре может быть хороший, может получиться именно агрессивный тайминг, чтобы пропушить. Так, Уверсир тут летает, короче. Разведают. Адептиками ещё DNS понапрягал, тут рядом погонял. Дрона подрезан 7 собак. Ну, Увер там был подрезан, понятное дело. Здесь минус пара криптуморов. Ну, и у нас больше рабочих. Так, погодите. Я думаю, куда боевой пропал лимит? Это я его отключил случайно. Прошу прощения. Вот он боевой врубил назад. А раньше я думал, что это от чего-то зависит, короче. Там, типа, карта там что-то не ему. С карты что-то там не то. Или там, ВЦС моды. Не ВЦС, а геймпартовский мод. А на самом деле его просто можно отключить. Так. Как-то у DNS больше лимита, чем у Намшара, прям реально. Делается вот иммортал, делается архива темпларов, гейты добавляют. У сколько их? Пока что 7 штук, ещё один добавить и 8 их станет. Как бы уже можно и пушить будет. Так, призму адепт садятся, отступают. Остальные. Здесь Оракул без энергии, конечно, есть. Ну... А, Лилкерден ещё пошёл. Ну, ясно. Лилкерден, конечно, интересно всё. Адепты прилетают на мэн, где макрохарку, кстати, добавляет нам шары. Четвёртая почти готова уже. Ну, тут дропаться как-то адептами, ну, смысл. Глев нет, эффекта неожиданности нет, дронов там особо не нафокусишь. Фениксы работают с оверсирами всё ещё. Оверсир, конечно, очень быстро, но Феникс быстрее, более чем на единицу даже с оверсиром, со скоростью. Вот, поэтому всё норм вообще. Так, двенадцать гидрал. Плюс один. ДНС почему-то я плюс два не заказал. Вот сейчас закал. Одновременно вообще почти второй играет на атаку заказывают. Игроки, наверное, значит, что просто он будет раньше, потому что у него есть бусты, а у Зерга нет бустов. Ну, и не знаю, правда, будет ли ДНС бустить этот грейд или нет. Тут Оракула летает, Призма тоже рядом здесь. В общем, пытается как-то развести ДНС оппонентцеву. У самого уже Шторм есть, строит стационарный оборону реально много. А не проще ли здесь было бы? Хотя нет, не проще так проход останется. Просто я думаю, может, лучше полнуть стенку-то, а сделать вот так вот. Но здесь обычно нексус вот этот берут. Так, пятый, если. Ну и базу, как бы. Здесь четвёртый нексусок. Пять дроп оверов. Где они? Вот они. Я не понял. Игроки играют, например, но хочешь ты дропнуть, но улети ты куда-нибудь сюда оверами. Делай ты их сбоку, чтобы быстрее там долететь до врага-то своего. На хендсмейна-то лететь вообще за 3-9 демиль, не понятно. Так, Оракул. Один минус, второй еле живой. Ушёл, кстати, но ушёл. А ведь он стоит здесь. Можно попытаться заминусовать. Оракул. Здесь ещё и Феникс на патруле. В итоге Феникс и Оракул тут идеально контролируют это вот направление. Попытка адептами на мейне сделать что-то оканчивается. Очень-очень быстро потерпел. Фиаско там, блин. ДНС. Но нам шар тоже какую-то фигню делать. Так, это кто-то на лом пошёл. Да, идёт дроп фейковый типа на оверов, но туда-сюда чуть полетал назад, вернулся. Надо просто, может, пару люркеров дропнуть вот сюда куда-нибудь, например. Ну, тут потонки, правда, за минеральную линию. Какой-нибудь дроп на мейн сделать и атаку лоп. Что, видимо, и собирается делать у нас нам шар. Люркеров уже штук 10 сейчас будет. 11 даже. Ну, нормально. Большое количество люркеров. Ой, как нам шар здесь гуляет под штормом. Это дичь. 4 гидрала минус. Ну, позицию-то на четвёртом нексте дурачочек потерял сейчас. ДНС. Люра копается. Архоны пришли. А что толку-то люра уже в позиции здесь? Ну, давай, наломись на такое количество люркеров. Нам шар ещё дальше её заводит сейчас. Ну, вот тут архоночка ходит пока. Штормит пока здесь по чуть-чуть у нас нам шара ДНС. Пытается, конечно, тут выдержать как-то, но гидры упали уже. Потонки упали. Люры ещё дофига осталось. Девять штук. Две, правда, дэмэджиных и два люркеров вам таких. Но всё получается. Здесь пилу зилки работают, но была оплётка плюс гидры пачка хорошая. Гидра с плёткой и королевой всё просто разбирает. Зилки все в расход пошли. В итоге ДНС остаётся на трёх базах жить. И так себе у него ситуация. Хотя ещё есть боевой лимит до сих пор. Если он какой-то удачный бой даст, то, я думаю, ещё шансы есть. Например, будет тупить нафиг нам шары люркеров не вкапывать. Это может удачный бой получиться вполне. Или заказывать хату прям под армией бродца, которая ничего, правда, не сделает в итоге этой хате. Ну, что-то ходит ДНС, непонятно. Крип не убил. Так, ещё люркера пошли здесь. Как бы оракул есть, ревелэйшн нет, энергии нет на ревелэйшн. Четвёртый их ДНС восстанавливает. Всё, криптурный гест, все он убил. Люркеров 8 и делаются 5-13 штук их будет. Сейчас это реально много. Плюс 2 атаки есть у них ранжовых, у люркеров. ДНСу можно вот здесь крип подвыбить и, например, сюда попытаться сходить. Или в другом направлении, наоборот, сходить. Так, ну тут шторм предупредительным. Люру тут ДНС предупреждает этим штормом. Есть какое-то забегание на третий снег. Это здесь одни фотонки, по-моему. Не, ну фотонки одни не отобьются. Ну, здесь есть архоны, здесь есть имморфл, как бы, и отбить можно на изище, всё, что называется. Но, с другой стороны, эта армия в тю может забежать, вот, к пробцу, например, в пробцу армию. Ворваться в тыл или попытаться всё развалить. Так, непонятно, что ДНС сейчас делает. Нахрен он, короче, к теме на муви вот так вот идёт назад. Если можно было тпшнуться или что-то там предпринять нормально. Так, архоны просто сливаются. Жесть, как же ДНС убого здесь телепортируется. А штормовики на муви. Всё на муви, короче, слилось. На четвёртом, некрасивая какая-то дичь, гидра потрошит всё. Но зелки тут приходят, но их мало зелков. А эти два на медленном варке, вот, если бы эти два плюс те, что там были, может, что-то и вышло бы. В итоге на медленном варке только один до варпа сопрыгнул. Всего один удар, по-моему, успел сделать и развалился. Но, что самое удивительное, ДНС как бы бегает. Вроде как прогорает, дерётся криво. Как бы здесь хату не добил. Но, у него есть плюс третья атака, как бы, у него четвёртый некрас восстановился. Запас какой-то 1900 на 1300. Яны, что ли он, или чё, чё он-то, запас-то гигантский. Вот, сейчас потратить эти резы, как бы, и можно драться. Сливаются архоны на всё. Если штормовика всего два, есть грейд на шторм, этот архоны, короче. Этот архонов по четыре штуки сливает. Шторму-то два не маловато, штормовика два. Но у них, кстати, энергия на четыре шторма, по-моему. Да, у одного 200, у другого почти что на два шторма. Стоит ли шесть. На три пока, будет на четыре. О, гидра на муе, у, сливается у нам шара. Вылетел дроп, ДНС-тучки. Да, в арпе делается вот это, вот это забегание зелков, может всю игру решить. Потому что у зерков вся армия, вообще не понять где. Счастью, он улетел в дроп. А ведь там закадешится скоро ТП. Уже через сколько? 27 секунд. Ну, конечно, дроп раньше того, как ТП закадешится, произойдёт. Но примерно как вот начнут они атаковать что-то, вот они не успеют ногу убить. 14-13 секунд. Сейчас можно просто ТП шнуться назад, и будет всё прекрасно. А здесь призмы разводить, например, начинать. Всё, дропуется гидра, успеет ТП сделать. 3 секунды, 2. Давай, ТП-шся, что ж ты бежишь-то, балбик, ё-мо, есть ТП, как... Ну, ДНС. Ну, чё он делает-то, есть же ТП. Вообще не контролит этот момент, что ТП есть, короче. Встал и стоит здесь. М-да. Зависла демка. Не, ну тут, походу, победит тогда, если так ДНС хочет играть нелепо. А, ну ДНС кареров очень сильно хотел, но главный мазер-шип есть там. На центре ДНС пришёл, пошёл в атаку. Надо заходить наверх, чё-то стоит, непонятно, чё стоит, хрен его знает. Люркеры вкапываются, ДНС боится на них лезть. Ну, как бы, они больно сделали бы, да. Но, если позицию вот этой армии хорошего занятия, здесь 5 иммортлых и архунов, аж 10 штук, то можно было бы развалить эту люру на самом деле. Так, мазер-шип моментально сбривает, короче, нам шар ДНС. Это был перебор, так мазер-шип отдавать, конечно. Но, самый прикол, что тут 5-й Нексус, и всё ещё более-менее нормально. Но тут бруды попёрли, а против брудов вообще ничего нет. Против брудов вообще нихрена здесь нет. Ну, кроме архунов, ну, на них и люркера есть, как бы, и много чё на них есть. А, и грамотно сейчас нам шар прямо именно через штормовиков в космонте. Здесь 5 гидральсков сидит, они очень быстро могут пилоны эти снять, там, саплайблок сделать. Так, брудов 6 ещё 2 будет, ДНС в отчаянии грелок в трагитах заказывает, там, 3 штуки. Ну, а чё тут ему делать ещё? ТП пошло отсюда, как раз. Один архон на муль засох, брудов сразу же минус. Гидра смещается к грудам, плюс люркера. Ой, сколько их тут люркеров? 16, дичь. 17, но один где-то не здесь, походу, либо я не выбрал одного, не знаю. И здесь можно разгрузить, кстати, оверов, но пока, походу, даже не видишь нам шар, что там у него юниты вообще на мейне висят. А если бы проверил бы, то понял, что сейчас можно очень хорошо сделать. Как же люра в таких количествах быстро всё убивает, но очевидно, что тут сплэш выявленит, когда его много будет быстро убивать. Всё. О, бруды назад возвращаются, короче, люркера тут последние на шести часах минус тульсов, а тонко падает. Пробок я чуть не понял, эвакуировал там ДНС или нет. Кстати, брудами аккуратнее надо быть, вот так вот. О гидре я тоже вспомнил. Он здесь, кстати, грелки... Опа, а темпист это откуда? А, уже 3-7 подстроил ДНС. Блин, игра какая-то дикая. У нам шара вообще экономики нет. Смотрите, у него просто нет экономики. У ДНС тоже всё так себе здесь. Неплохие штормы погнали. У люре по всему нулюра. До архонов достаёт, вот ещё плохо. Архоны поэтому упадут. Заходит ДНС сзади. Тут актервер есть. Он понимает, что надо уже бой точно давать. Как вот. Темписты живые. Даёт бой штормовиков! Сплэшом всех! Вообще не контролит штормовиков. Сплэшом забрало всех вообще штормовиков. Ну, тут справится ДНС с обороны, конечно, скоро нет. Но у него осталось смешно юнитов вообще. А, и Нексусу у ДНС даже нет. Вот оно в чём дело. 36-56 по лимиту. Там 9 брудов. Кстати, смотрите. Здесь 9 брудов. А, 7 гидралисков строится. Вот если бы не эти гидралиски, кстати, было бы прикольно, что темписты могли бы брудов убить просто всех. И ничего бы не смог бы сделать с этим нам шаром. Но в итоге, короче... В итоге сможет. В итоге сможет. Бруда есть. Всё в порядке. Да, ДНС тут с пробками решил ломануться. Ну, идея так себе, я вам скажу. Да здесь вообще идея так себе продолжать вообще игру эту. Так, чё вот нам шар делает? Чё вот он летает? Ничего не видит, чё творится. Оп, Криптумор, смотрите, свой убил, что брудинга вперёд спустить. Красавчик, кстати, прикольно получилось. Ну, тут всё падает. Как бы ловить нечего. И ждём ГГ от ДНС. Чё он хочет здесь вообще доказать вообще ГГ? Ну, думал, что может там тоже мало, очень мало всего. И типа получится пробрить. Но ни хрена не получится. Спасибо. 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 Так, в игру прыгаем, вторая карта у нас. Спасибо. 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 Баги. Баги. Спасибо. 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 Баги. Спасибо. Спасибо. Баги. Спасибо. Баги. 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 днс порку сжечь ни хрена не вышло в итоге нам шар похода и отменять тоже не будет эту скорку ну да так оно есть до бажа до я достроилась но она будет регистр вычищать ведь это жерковской зерковская противовоздушная пушечка так есть у нас грифы а что здесь у нас были нас будет да будет бэринг-нест будет лерну в принципе с через бэйнов гидро ульти мне кажется адепт сейчас законтрит у нас нам шар нормально вполне очень много собак закон 9 адепт весь наличие но идет вперед 6 пока что три дома плюс вилок еще 3000 не ведет таракул чуть не слился на спорке ну нормально живой спасибо что живой как говорится будто этот еще выходить туда слушайте 12 сейчас будет это много реально много пошел третий нектус добавляю роба готова на переход в адепта с n3 и моркла какая-то такая хрень будет пушная на такой подобный со стороны dns ки или нет да и mortals n3 не похоже да на какой-то вот врыв такой более поздний да как бы я думаю что есть шансы все на нормальное отбивание так решил адептами все таки сюда dns сушки но адепты так плотненько сюда ты прошли собак ну очень много набегает но адепты на глеб пока они посмотрите что собаками делают они просто изничтожают так телепорт улица адепта на 9 часов решил за неимением юнитов боевых 10 нам шар дронами подбиваться 6 дронов сразу же было уничтожено там 5 гейток да там 5 гейток плюсом да похоже и mortals n3 и адепты пуш шпиль это шанс конечно но такой экономик как сейчас у нам шара мне кажется спили это плохой шанс заказаны так заказаны покатухи днс решил что тянуть время он не будет похоже на это тоже открыл что восемь гейт куш адепты с и морковым центрями филдов достаточно много экономика у днс хорошая а оппонента он зашатал в начале вот по 8 адепт варп 102 85 по лимиту можно пару иллюзий каких-нибудь там архонов запилить можно иллюзий спустить вперед как бы адептов чтобы было проще сплититься потому что будет выбор телепортироваться или или давать бой здесь так не поймать что ждет у нас этот как его поняли чум бэйлингов не дропает нам шарта участку по начинаются дропы бэйнов давать левая днс сталкер чтобы видимо перестраховаться немножечко против бэйнов ну а он побеждает днс сейчас еще один вар будет а тут бэйнов нет вообще а без бэйнов здесь ловить нечего это очевидно абсолютно и морду накидывает стабильно 9 дронов минус что-то место сталкер и морковь зачем-то днс сажает морковь тоже живет короче ждем gg11 такой быстрая игра по сервис предыдущий я высказал ху я все четыре фон потянула блин после катания на величи игорь достаточно динамичными конечно нет никак сегодня нога салтан завоза рог бьял или очень такое так вот румно да фраги Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Намшар ДНС, карта номер 3. Велик, Меридо, Матс, ТРЛ, 100Д. Короче, 17-я хата, газ, пул у Намшара, видимо, ну либо 3 хаты, пул, я не знаю. Восточный дожор, карта у ДНСа Нексус 1, ничего себе. Давно я не видел, чтобы Нексус 1 кто-то играл. Ну что, мы посмотрим. Пилон, гия, пилон, мне Кусгейт. Газ 1, газ 2. Вообще в разведку ДНС не идет. Ну, халяве что-то будет делать-то. Так, и что, через 1 гейт? Да, через 1 гейт в Кибернетку у нас ДНС будет играть. Второй пилон на мэне. Кстати, газ не спешит раскачивать. 16 именно на минералах пробок. В Кибернетку пошла на еще один пилон. В Кибернетку-то можно было ее дальше ставить. Сюда, по-моему, такое у меня ощущение. И был проход нормальный между пилоном. Ну, здесь он ставит вплотную за чем-то ДНС. Хрен пойми зачем. Так, ну все, Нексус готов. Бусты идут. Будет еще один буст в рабочих, интересно. Или все-таки в боевого какого-то юнита. Интересно, как ДНС будет реализовывать этот Нексус. Будет ли он как-то агрессивно играть? Или наоборот, будет еще больше халявить потом? Вопрос открытый пока. Продолжение следует... Ну что? Твайлайт Роба, я смотрю. Здесь... Опа! А ведь это масс-зилки, ребята. Это Зил от Супер Ол Лейн, ребят. Вот в чем дело. Да какого хера-то Сталкер стоит не рядом с Мэйном вообще? Почему Сталкер не контролит? Поставь ты Зилка, да. Сталкер... О-о-о. А, блин, здесь... Здесь Овер ранний. Нифига себе, слушайте. Ну, через Нексус первый такой билд хорошо играть, но... Проблема в том, что... Проблема в том, что у Зерга-то будет подстроечка под это все дело сейчас. Достаточно Бэллинг Неста или Роуч Ворон запилить на Амшару и все норм будет. Вот он Роуч Ворон пилит, как бы, ему надо рейсы уже на Роуч и начинать копить. Ну, газа маловато просто. Ну, в итоге... Не, ну, со скоростью оверов в любом бы случае, да, заметил бы нам. Шар это очевидно. Я вот не понимаю, зачем упрямиться так сильно, что... Ну, типа, обязательно надо заулынить, я не понимаю, если честно. Но тайминг, кстати, в стиле... В стиле тайминга этого классика, когда он сбрил... Сбрил, помните, короче, Сирала на Котовице, по-моему, или где там это было. Раскладывается Призма. 8 зерков варпит ДНС. Побежали все вперед, Призму забираем. Летим там 14 Роучей. Так. Ну, 14-ых и больше, ну, конечно, что 10 зерков встал. Так, я бы на месте сейчас ДНС просто пошел бы в третью хату, а то бы сбрил бы, как бы... Так, здесь плетка, здесь рачи. Что он творит-то, и ууу, как убогой бой дает ДНС. Жесть. Он решил, что делки, они бессмертные, что ли, вообще? Они, конечно, плотные, ребята, скоро нет, но... Не настолько же, чтобы вот так вот действовать. Похоже, мы быструю игру эту тоже увидим. Здесь и сейчас. Ну, что, да, варп ДИЛа тут. Ну, Роучи бьются очень неплохо. Срали его, правда, поставлять, что-то нам шар свой зачем-то. Ну, ХЗ. Конечно, здесь тоже дело, Роучи падают, но... Видно, что что-то их все больше и больше становится. Их уже 20 штук, и... Можно просто пойти вперед, по-моему, в контратаку сейчас и нужно. Нам шар... Ну, хотя какая контратакка против такого, было стремно идти. А здесь уже газ начал добываться. ДНС понял, что хреново-то что-то получается все. Начал добывать газ. Да, я не знаю, нам шаркиш Роучи до хрена прям наклепал. Ему надо как можно... Зачем вот он сейчас еще плюс 4 Роучи делает, я не знаю. Сейчас, смотрите, ДНС залетел 2 АДП сюда. Там 3 дрона минуснул, 4 дрона минуснул здесь. Сам по рабочим плюсе. Технологий у Зорганики нет. Он что-то Роучи все делает и делает. Сейчас и Мортал в штуке 3 отстроить успеть. А он отстроит, что куда их успеет как бы. И нормально можно биться будет вполне, по-моему. Роучи-то без скорости вообще. То есть тут экономика слабенькая. Газа особо нет там на реводжеров тех же, да, там сделать как бы. Так, 3 уже и Моргу пошел. Скорость Роучи пошла. Добавляется газ. Но рабочих можно больше сейчас делать на самом деле. Получается... Нам шару. Третья-то не раскачана вообще. Ну, ДНС тоже 3 базы, кстати, нет? Вот он пошел... А, он сейчас пойдет, он идет убить овера. Ага, ага, ага. Только-только начался тебе этот оверклип наливать. Посмотрим, что там и Морглы нашатают, что и нашатают ли вообще варп на медленный пилон тут сверху. Ну, долго юниты проявляются. Ну, проявится нормально. Ну, пусть плетку забери. Хоть что-нибудь забери, братан. ДНС, ты чего? Обстрелял все. Зил это подал вообще на халяву. Плетку не убил, блин. Лучше просто имморталами прилетел бы, пострелял бы, по-рабочему улетел бы. Все. Может, парочку срезал бы и безнаказанно бы ушел бы. И хорош. Четыре уже иммортала. Пятый делается. Вот надо, главное, этими имморталами вовремя успеть там вернуться. Апсер влезть туда у нас. Не, кстати, только сейчас вот апсер, он заказывал. Был бы опс, можно было бы крип заврить. Зато 5 имморталов сделал. 110, 165 штук. Нам шара по лимиту реально 44 роучи. Это вообще дичь, как много. Ну, то есть это явно будет атакой какой-то сейчас, но... А, ДНС сам вперед идет. Слушайте, а что ДНС хочет? То есть это Зил, это Иммортал Сентри, Улэн. Офигеть просто. Ну, не знаю, не знаю. Улэн это, конечно, интересно, но ты же золото ставишь. Нахрена тебе Улэнит-то прям сейчас? И главное самое, что без архонов вообще. Пошли сталкеры, значит, это дичь-пуш какой-то просто, гейсовый какой-то. Ну, здесь не войти будут через такой проход. Я не знаю, что здесь ДНС хочет сделать. Заходят. Вот такие фаерболы сейчас прилетят. Он офигеет просто. Ну, 200, 111 у ДНС, Робо Бэй, второй Робо. Если Намшар сейчас будет сидеть, он досидится точно до поражения, потому что там Робо Бэй заработает, и Роботикс, и будет все прекрасно. Но Намшар не сидит, он идет вперед. Короче, ДНС здесь все просто падает. ДНС пишет ГГ, не стал тянуть. Да и правильно. 2-1 Намшар, ребят. И опять мы на шажок ближе к ЗВЗ, чем к ПВЗ в финале. Ну, а что делать тут? Как бы я не влияю, к сожалению, на это все дело. Ну, а что делать? ДНС пишет ГГ, не стал тянуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Что точно завозаем? Клубу Финал, второй ЗВЗ. Так, 2-1 Намшар, или ты уже результат заранее знаешь? Да скажи нам-то сразу мы поставим... Мы поставим жопу Ревчика просто, и у нас будет 2 жопы Ревчика тогда, понимаешь? Как бы... Вот, потом мы подумаем, зачем нам 2 жопы Ревчика? Поймем, что про... Про Е... Лись, короче... Вот... Такие дела... Не, ну, можно Ревчика поменять на кого угодно... Там... Просто Ревчик... Вот он здесь... Здорово еще раз... Хвастается много ставками своими... Такие дела... А, ну да, точно... Точно-точно... Если будут 2 жопы, то можно будет безболезненно, как джаздример, ее в чатике просрать, как бы... Ну, и... Безпоследствий просто... Будет это... Даже в реале получается... Халява вообще какая-то... Ладно, что я несу, короче... Вот... Ну, здесь пилон гейт-гасник с кибернеточкой... Адепт Старгейт, соответственно... Но... Неоновая площадь карта... С... С карманной базой третьей... Ну, а здесь 17 хата ГАСПУ скорость... Третью хата... Вот, дрон выезжает... Что ЗНС тут не хочет, чтобы нам Тархат купил... Вот... Кстати... Реклама теперь... А, ладно... До недавно пилил... Рекламу, все нормально... Ну, в любом случае, можете... Можете сами рекламу смотреть... Но это невозможно, да... Нет... Самому можно только на прем подписаться... Или что-нибудь там... Подержать как-нибудь... Короче... Восемь собак... Упс... Нам шара делается... Ну, это так... Перестраховочные ринги... Походу... Десять... Четыре... Четырнадцать... Нет... Что-то много собак он подстраивает... Что-то он боится, что ли... Адептов боится... Так... Шесть... Над собак... Плюс... Так... Плюс скорость сейчас будет... Адепт можно принять... И... Так... А пробка куда едет вообще? Пробка мимо едет... Так... Два адрона минус... Еще два адепт прилетели... А... Два адепт прилетели... Да... Сюда... Так... Боберыч... Тот кто это будет делать... Будет сам опущенным... Это как опущенного... Только ногами типа в Юз... Вот... А если ты какую-то копию... Саную вообще время потратил... То сам опустился... Короче просто... Вот... Ты засваный тогда просто... Вот... надо оригинал я такую версию двигаю так три гитара кул готов феникс и феникс есть собак биг третий них спасал вообще так три адепта на третьем ну тут короче никто занимает днс тремя адептами арахулом все прикрыто добавляются гейты делается глеф это глефа push а очевидно да становится сейчас 8 гейтов где еще плюс 2 здесь еще плюс 2 нам шар сейчас залетит он сейчас поймет что ему ждать как бы но у него нету пойти у него гидроден и линги то есть а гидролингами отбивать вот такие пуши но это совсем прохладная затея вам честно скажу к его ну то есть это очень тяжело сделать глефа push на адептах адепта глефа отбить без бейлингов и без роуч это очень тяжелая затея я даже не знаю если какие-то здесь шансы у нам шара но будем надеяться что есть или не будем надеяться что в финале не было не знаю так 8 адептов плюс здесь 18 штук они все в атаке получается думаю вообще кроме оракула ничего нету все адепты захочу тому 6 гидролинг 120 на собак 6 королев не но казалось бы есть лимит какой-никакой но что-то мне кажется этот лимит мягко говоря недостаточен хотя отошел днс вот еще адептов 8 но их зато становится просто 26 здесь 30 почти как собак реально ли отбить глефа адептов равным количеством почти собак так сейчас королев они будут летать и не будет собаки идут вперед как же здесь адепты потрошат то все жесть какая-то творится не на эти гидры будет крит масса то может быть что-то и вызвать здесь две плетки есть и здесь две плетки есть у нам шара эти очень четко он плёточек добавил смотрите кстати за ргам на заметку не факт что конечно спасет но адепта пуш ослабляется тем сам как же они идеально в гидру ворвались разорвана вся ядра на части плетки тоже падают трансфюзы не спасает что-то походу лимиты уже равные по боевому соответственно зерга все как-то плохо вышла гидран гидра нормально кстати накидывала сейчас издалека опять адепту потом полетели ну похоже что это два два хотя пока рано об этом говорить но у просто-то третий нектус при этом всем есть ему пробок может можно подгустить немножечко и будет нормально адепты опять вперед полетели ну то если бы как-то получилось сейчас нам шару когда он от иллюзий при первом врыве вот этом большом адептов убегал если под иллюзий получилось как-то гидру например вот сюда завести адепту сюда телепоркнулись они прям внутрь гидры они за залп все убили за первой как бы и все и все выжили если получилось как-то их оттеснить обмануть то может что-то и получилось но не в данном ну не в таком случае как вот этот рыбал ждем пятую гг сначала и пятая карта нам нужна будет здесь в этой игре что-то нам шару пурно не сдается ему что он не сдается ну думал может тут ковыряется ну там как-то чё-то печально все ну что же все-таки пока что еще они 100 пудового короче завоза вот есть шанс на пвз финале ну а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Их задача какой-то урон нанести А потом уже будут переходы Во что-то там другое Телепорт ДНС делает адептами Прикольно получается И еще здесь заказана В итоге призма и плюс 5 гитов То есть 8 гитов Это продолжение адептации с антрями Будет сегодня нечто подобное Криэйтор, кстати, пытался сделать Но у него не получилось против нерча Так, Абак в итоге ДНС всех словил Что там есть-то? 10 гидралов Ну, 10 гидралов Да вообще Гидралам здесь крайне сложно будет справиться Потому что сейчас варп с 8 гитов попрет Уже 8 адепт, 6 центрей Сейчас будет 16 адептов Там и тд, и тд, и тд Каждый раз по 8 будет добавляться Естественно А как еще? Так, еще ревелайшны пошли на ХГ Ну, можно на третью базу зайти Да, здесь просто ничего нет Плетки вроде добавляют нам шар Но плеток там немного получается И... Так, королев 3-х уничтожил Плюс еще адепток Еще 24 штуки Это реально много теперь уже Давай, что у ДНС ходит? Он хочет дождаться бейлинги, пока сделаются Но ведь хорошая позиция там была на лоу-граунде Нет, через верх пошел Не бейлинги Если 최근 Так, ну что-то затянул тут ДНС просто нереально. Какие-то колоссы пошли. Вот что? Рэп-аут, когда смотрю это, мне кажется, что адепты летал, видел все, видел гидру. Ну вот адептами голую гидру убивать, по-моему, достаточно надежный вариант развития событий. А вот выходить в колоссов там каких-нибудь, или там я не знаю, во что вообще ДНС выходит, и давать оппонент в своем время, вот это вот вариант какой-то странный более чем. Ну что, зерк тоже астрон. Ну хотя 68-53 по рабочим и... Так, призма летит. Нам шар видел же призму, но вообще ее никогда не пытается поймать. Так, не, адепт садится, улетает. Призма минус. Ну вот, начинается. Ну да, дестабилизатора давай строить. Дестабилизатор же хорошо, но против линго-бэйлингов так себе, ема, вот колосса против линго-бэйлингов нормально. Два первых, правда, уже есть, и ДНС вперед с ними выходит. Дестабилизаторы, это надежно, типа, по ДНС, ну, ну, хз, может быть и да. Так, минус пару гидралов. Кто-то другого не достал на четвертый, нет, нам шар там поломился наверх. И стабилизатор одного отгородил своего же ДНС. По гидре залпы идут хорошие против бэйнов, вообще воюют неплохо, они тупо не врываются, потому что за филдами все сидят, но, самое удивительное, что нам шар здесь еще и давит и экономику ДНС упробевает. Вот что здесь удивительно. Какие-то сталкеры пошли. Зачем ему сталкеры вообще? Один из пробок минус. А, ну, типа, адепту уже неэффективно на такой стадии, походу, ДНС. С дестабилизаторами они не так эффективны, я бы сказал. Погнал гидру, не отпускает он, короче, отсюда нам шара. Нам шара никак и уйти, и он не сможет уйти, это очевидно. Было бы плюс два еще, было бы вообще замечательно. Ну, походу, все-таки ДНС мудрил-мудрил и нормально все сделал, но, как по мне, так просто надо было адептами ворваться. Просто гидру вот в первом бою, в первой тут замесе том, как бы с одним еще доварпом один подождать, там было бы по трица по адепту, просто ворвался бы и убил бы. Так, ну, стоит ДНС, выжидает, выжидающую позицию за ним. Или у него призмы нет, иначе, что он ждет сейчас просто. Хорошие филды, очень даже неплохие, я бы сказал. На четвертую, к Ахату заходит ДНС сейчас. Сзади стазис пошел, так, резко. Потому что туда могло бы несколько юнитов сразу побежать. Королеву прикольно убило. Ну-то опять ДНС, опять ДНС что-то не дрифт, короче. Пять дестабилизаторов в молоко стреляют. Ну, это, конечно, намшар четко убегает от них, скоро нет. Но постепенно все-таки выдавливает ДНС намшара. Все-таки дестабилизаторы попадают. От КД у них быстрый 147-112. Врачи ждем Гагенщика от намшара. Там уже агрессивный блин к ведру пошел. Гидра падает. Дестабилизаторы убивают рабочих. Прироста приходит еще в Придму. БДНС построил блок. Гаген, амшар пишет, моментально левает. Как они так быстро Гаген пишут и левают? Ну что, Рейнер против, нет, не Рейнер, а Анирш против Тефана. Второй полуфинал и финал далее будет, я так понимаю. Да, вот я не понимаю, что они вот сидели и подчеркать не могли раньше. Вот вроде, а, вроде готова карта, известно, короче. Продолжение следует... 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 будет интересно вот ну да а я подустал короче я пойду мне еще домой сейчас на на велике будет может выкачусь маленькой еще что понравилось мне сегодня вот все всем пока запись будет на ю тубе завтра данного турнира для тех кто не видел вот на сегодня все завтра 14 00 время помните там после вечером что будет пока вам за прозапускать не могу 14 00 100 процентов завтра будет все всем пока